Слава Украине. Продолжаются разброды, шатания в российских верхних эшелонах власти. Не успел я вчера рассказать, что сбежал Чубайс, а может и не сбежал, знаете, по-всякому может быть. Дело в том, что он мог и не сбежать, а его могли послать, тоже ФСБ могло послать с предложениями о капитуляции на Запад, сами понимаете. То есть тут такое дело. Не факт, что он просто дал деру. То есть, возможно, там русские уже готовят почву для капитуляции и как-то пытаются, ну хотя бы, скажем так, с минимальными потерями выскочить из этой жуткой ситуации, в которую Россия вергла сама себя, ну и естественно и нас, и Украину. То есть вполне возможно, что он уехал не просто так. Но не только о нем пойдет речь, сейчас речь пойдет о Шойгу. То же самое о Герасимове. Это два путлеровских подельника, которые планировали вот это провалившееся нападение на Украину, когда они все там, вся эта банда думали, что Киева не возьмут за, сколько там, одни говорили, за два часа. Они, как они там, Газманов, что у них там пел, старейший этот Павиан, он пел, что утром за них, или это Симонян такое говорила. Утром, говорит, подъем, в два часа взятие Киева, а вечером отбой. А, концерт Газманова посередине, а вечером отбой. Ну, с концертом Газманова как-то не сложилось, и с взятием Киева. А вот на концерт Кобзона больше, по-моему, уже 15 600 человек успело, так это вовремя. Вместе с концертом оркестра Александрова. Помните, такой был? Да, вот они и к Кобзону, и к Александрову успели очень четко на концерт. Все как надо произошло. А так, уже месяц они толкут воду в Украине, рассказывают, как они завтра возьмут Киев. Аж смешно, да. Возьмете, возьмете. Только не Киева, а кое-что. Ну, ладно. А сейчас у них начинается разбор полекотов и паника, и поиски виноватого. Кто виноват в катастрофе российской армии в Украине? Кто виноват в том, что российская армия расколочена, разбита, расшмякана? Унижена, самое главное, унижена, унижена, ниже некуда. Вторая, так, бывшая вторая, точнее, армия мира, потому что сегодня даже поляки заявили, что для того, чтобы справиться с, вероятно, российской агрессией, помощь НАТО им не понадобится, они сами их расколотят. Ну, я в на месте поляков все-таки так не говорил, потому что сами они будут Россию колотить две недели, например, а при помощи НАТО процесс аннигиляции российской армии займет минут 15, наверное. Потом только головешки будут от древних российских танков и вот этих вот, и бурятских солдат. Ну, то такое дело, то будет потом. То уже, то, скорее всего, из области теории, а мы к практике. Так вот, говорят, что арестован как Шойгу, так и Герасимов, но что по Шойгу, это непроверенная информация, но очень интересная. По Шойгу говорят, что он арестован военной разведкой России на предмет возможной связи с ЦРУ. Вы знаете, я вот, смотря на то, как Россия просто по-идиотски вообще планировала это все, напала и так далее, то есть, вот слово, кроме как идиотское, тут ничего другого не наберешь, то есть, это непрофессионально, это глупо, это просто из рук вон плохо. Я как украинец смотрю со своей стороны. Наша армия тоже не лучшая, но она на три головы выше, да, вот этого вот сброда, просто, который на нас напал. Просто у них, ну, на порядок больше танков, на порядок больше самолетов, наверное, в два-три раза больше личного состава. Только за счет этого они там первые дни продвинулись до тех позиций, на которых их остановили. Вот. Только за счет пушечного мяса и старого железа. Больше не за счет чего. Ну, у нас железо тоже не новое, надо честно и откровенно сказать. Вот. Так что мы все очень ждем теперь такого вопроса, а как же, а что же, скажем так, будет с Шойгу и являлся ли он шпионом американской разведки. Вот это самый интересный вопрос.